Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем вопросы и ответы, взятые с нашего сайта. Оживляем их. Вопрос 333. Первый том, открытый влоком. Экклесиаста 1.4. Земля пребывает вовеки. А в другом месте сказано, что, 2 Петра, земля и все дела на ней сгорят. Ну, правда, пребывают вовеки и сгорят. Как понимать и совместить эти стихи, нет ли здесь противоречия? Какие, я говорю, вопросы нам задают. А то меня задавали в университетах, где я вел занятия. Это, говорят, не я, а со всмятку. Конкретно. Ответ. В Библии противоречий нет. Это нужно очень хорошо понять. В это поверить и на этом стоять. Ученые, в кавычках, насчитали в Библии свыше 150 тысяч противоречий по разным свиткам. А мы знаем, что Слово Божие истина, ибо автор его есть Бог. 2 Петра. Ибо никогда пророчество не было произносимым по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы духом святым. Иоанн Златоус объяснял это так, что когда золотой сосуд почернеет, испортится, треснет, то золотые дел мастер из этого же самого сосуда, переплавляя его, делает новый, но из того же материала. Так будет и с землей. Все обновится в огне, но земля вечна. Бог ничего не сотворил для уничтожения. Так и человек умирает в печи или сжигает его, рыбы или его там разнесли, звери. Он снова восстановится и будет нетленный, вечный. Вопрос 334. Первое царство. А от Саула отступил дух Господень и возмущал его злой дух от Господа. Что это, бесы? Да. Господь Иисус Христос, Христос, Иисус Христос, об этом рассказал так, выявляя главную причину трагедии. Иван Глеб Матфея. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища-то покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь домой, откуда я вышел. И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя. И войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым уродом. Вот, рассуди теперь, если сказать атеистам, коммунистам, в это не верят. Ну и другие учения, но будет только так, как есть. Больной человек, что-то, образец дан здесь. Более того, приноравлюясь к нашим понятиям, Священное Писание раскрывает картину незримых событий, таинственной духовной стороны, прелюдии того, что совершается на земле. Третье Царствие. Сказал Михей. Не так, не я, а выслушая Слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем, по правую и по левую руку его. И сказал Господь, кто склонил Баахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух, стал перед лицом Господа, и сказал, я склоню его. И сказал ему Господь, чем? Он сказал, я выйду и сделаю с духом лживым в устах всех пророков его. Господь сказал, ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так. И вот теперь попустил Господь духа лживого в устах всех-всих пророков твоих. Но Господь изрек о тебе недоброе. Это никто не знает. Это один человек, который не пригласили бы. И значит, и этого было не обязательно. Политологи учатся, политики рассуждают. Ну там другая сторона действует. Ее они не видят, не учитывают. Ну ладно, там дело так. Но оно не повторяется теперь. Ну Россия же была там когда-то в смутное время. Россия не раз выходила из этого положения. Ну и человеку лекарство помогало, но в конце концов он умрет когда-то, и лекарство не сработает. Выражаясь человеческим языком, Писание повествует нам о сверхнеобычайном, что только однажды приоткрылось через Библию, что Бог доказывает что-то сатане, как бы хвалится перед ним своим последователями. Вот еще штука какая. Иов. И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, Откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, Я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удалящийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяется по земле. Но просты руку твою и коснись его, что у него. Благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, Вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. Иов, был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел сатана предстать пред Господа. И сказал Господь. Это мы считали уже. Это самое есть, да? Да, да, да. 2, 1, посмотреть надо. 2, 1 там было. А там 6. А там дважды подходил сатана-то. 2. Ну, наверное, так. Обратил ты внимание на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселий тверд в своей непорочности. А ты возбуждал меня против него. Вот первый раз там было. Чтобы погубить его безвинно. И отвечал сатана Господу и сказал, кожу за кожу, аж за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простой руку твою и коснись кости его и плоти его. Благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот, он в руке твоей, только души его стверяги. И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказую, лютою, от подошвы ноги его, по самой теме его. Познав истинный путь, покаявшись в своих грехах и приняв святое крещение, причащаясь, отныне беги от всякого греха, как от лица змея. Вопрос 335, 1 Коинфянам. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам, это идола жертвенная, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее. Это вопрос задают. У нас, понимаете, вопросы другие, чем там, где священники вели занятия. Он говорит, а у них такие вопросы никто не задает. К нам приезжал наш архиерей, я говорю, как подвешенный, говорит. Ну, задают о похоронах, отпевания там. А здесь, говорит, совершенно другое. Я, говорит, чувствую себя, как не в своей тарелке. Так, что в наше время может быть идоложертвенным? Вопрос. Ответ. Идоложертвенным называлось то, что предназначалось ложным божествам. Сегодня, допустим, ты пришел к кришнаитам. Они ради сознания Кришны благовонными курениями окуривают яблоки, угощают всех входящих. Если же они тайно будут продавать это, и ты их приобретешь, не знаю о том, то сотвори молитву, соверши крестное ознамение, и чистота исчезнет. Первый Тимофея. Потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Все. Вот конкретно и как поступать. Больше еще тут говорите. Библия нам ответила. Дальше. Вопрос 336-й. Еремея. Первый Том открытым оком. Первый Том открытым оком. Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое. Жена спасет мужа. Кто такая отпадшая дочь, и как жена может спасти мужа? Вопрос. Ответ. Девы Господь называет не только евреев. Но в Иерусалим, сам Иерусалим, и даже всю страну, так как и душа наша, называется девой, обрученной Христу. Это отображается в троекратном вопрошании священника к новокрещаемому. Сосчитывался ли Христу? Второй Коринфянам. Ибо я ревную вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. Ответ какой? Это не мой ответ, это ответ Духа Святого. Наступают моменты, когда дух мужчин ослабевает, и Бог позволяет, выдвигает на арену борьбы женщину с мужественным духом. Книга Судей. Девора послала и призвала Варака, сына Авианамова, из Кидеса Нефалимова. И сказала ему, повелевая тебе, Господь Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собой десять тысяч человек из сынов Нефалимовых, из сынов Заволоновых. А я приведу к тебе потоку Кессону, Сесару, военачальника Иовинова, и колесница его, и многолюдное войско его, и придам его в руки твои. Варак сказал ей, если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду, ибо я не знаю дня, в который пришлет Господь Ангела со мною. Она сказала ему, пойти, пойду с тобою, только знай, что не тебе уже будет слава на всем пути, в который ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сесару. И встала Девора и пошла с Вараком в Кидес. Так, женщины позволяют соучить тогда, когда муж ее, глава ее сбился с пути, запился или неверующий. Только бы учила она правильно по Библии, по святым отцам, но более всего своей кроткой жизнью. Первое Коринфянам. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Первое Тимофею. А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть безмолвии. Откровение. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенная. Первое Коринфянам. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводятся. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступает так, как Бог ему определил. И каждый, как Господь призвал, так я повелеваю по всем церквам. Непутевый муж потерял свою кафедру, и теперь на ней стоит жена. Жена пытается спасти мужа. Ей не поставлено непременно обязанность обратить его, но и до отчаяния не доводить себя в виде его неисправимости. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? То есть, вот этой неопределенностью он не позволяет ей руки опускать и надеяться будет только на Бога. Благодарю.